Это только со стороны. Наше детство кажется беззаботной, веселой порой. На самом деле у нас проблем выше крыши. И соответствие наших желаний и возможностей ощущается особенно остро. Туманно? Объясним. Хотим жить во дворце, но пока не можем. Можем строить дворцы из песка, но уже не хотим. Хотим ездить за рулем Бентли, но не можем. Можем завести хоть целый гараж игрушечных авто, но уже не хотим. Хотим владеть ценными бумагами, но пока не можем. Можем складывать бумажные кораблики, но уже не хотим. Как не размениваться по мелочам, учиться ставить цели и добиваться их? В следующем нашем сюжете. А помогут разобраться. В этих абсолютно взрослых тонкостях нам в школе проектного обучения «Полёт», созданная 4 года назад, как воплощение красивой мечты о свободном, смелом, творческом, подрастающей поколении Украины, способном мечтать, размышлять и творить. Она реализовалась сегодня в уникальном проекте по внешкольному образованию. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о целях вашего проекта. Целью этого проекта является поддержка детей в осуществлении их желаний и их мечтаний. Каждый ребёнок является гениальным. У каждого ребёнка огромное количество талантов. Но для того, чтобы их осуществить, нужна поддержка взрослых. Вот мы, взрослые люди, объединились на идее, как помочь нашим детям реализовать их гениальность. Вот для этого создана школа проектного обучения «Полёт». А какие бы советы вы дали не только вашим учащимся, но и нашим телезрителям? Самое главное, чтобы дети не переставали мечтать. Самое главное, чтобы творили. Самое главное, чтобы не повторяли какие-то советы, не шли вслед, а шли непроторенными путями. Чтобы летали высоко, чтобы мыслили высоко, нестандартно. Чтобы не боялись невозможного и невероятного. Чтобы объединялись ради больших и высоких целей. Растите, творите. Ваш мир — этот мир в ваших руках. Это самый первый момент. Войдя в светлый зал с удобными мягкими диванчиками, мы заскучали. Но уже через несколько минут позабыли обо всём. Слушая лектора и увлекаясь возможностью перспектив. Тема для обсуждения — наш будущий бизнес. Почему подростки, не пылающие особой любовью к школе, пришли сюда учиться? Потому что здесь дают такие знания, которые нам не дадут никогда в школе. В школе дают нам теоретические знания, а тут нас учат тому, что пригодится в жизни, и то, что мы используем каждый день. Знаешь, я тебе скажу так, мне здесь просто интересно. В школе нас учат следовать стандартам, пытаются сделать на всех одинаковыми. А я личность, я хочу уделяться. На примерах самых известных и необычных проектов, уникальных своей гениальной неповторимости, зданий Гауди или грандиозная реализация самых волшебных мечтаний Диснея, мы вместе с присутствующими убеждаемся. К твоей мечте присоединятся люди, если ты четко осознаешь цели. Или по-другому. Берясь за дело, нужно понимать не что и как, а зачем делаешь. Ребята, осуществление каких проектов вы хотите посвятить свою жизнь? Ну, прежде всего я хочу вырасти, научиться общаться с людьми, дарить каждый день им радость, какое-то счастье, чтобы все люди были счастливы. Когда я пришла на стартап, то я думала, что у меня будет бизнес, проект, это салон красоты. И я буду заниматься этим салоном ради того, чтобы зарабатывать деньги. Но после лекций некоторых я поняла, что я хочу не только зарабатывать себе деньги, но еще и дарить мир и красоту и делать людей красивыми. Какое вы видите свое будущее после обучения в школе? Школа не зря называется «Полет». Здесь нам дают крылья, чтобы потом мы смогли взлететь над обыденностью. Мне кажется, что после окончания школы «Взросление полет» я стану принимать правильные решения, и я буду выделяться из толпы. Когда будет окончание школы «Полет», я не буду в серой массе, я буду интересной, а значит, успешной личностью. Значит так, мамы и папы, пора делать ремонт в квартире. Центральную стену отводим для наших фотографий. Не забывайте, в вашей семье растет мандеркинд, будущий бизнесмен, то есть бизнесвумен. И вообще, ваша гордость! Продолжение следует...